Пациента с острым инфарктом миокарда доставили в областную клиническую больницу. Через 10 минут он уже оказался на столе хирургов. Тромб закрыл одну из артерий, которая питает сердце. Медики удалили тромб и расширили артерию, чтобы кровь вновь могла поступать. Причем сделали это быстро, ведь мышцы без питания умирают. Чтобы закрепить наш результат баллонной геопластики, мы устанавливаем так называемый металлический каркас. В простонародье пружинка, спиралька, как только ее не называют, но это называется стенд. Это коронарный стенд, то есть он представляет собой специальный материал, то есть из плавов металла, который препятствует обратному закрытию этой артерии, то есть создает каркас. Операция продлилась около 20 минут. Делали ее подместным наркозом, то есть пациент был в сознании и сообщал врачам о своем самочувствии. Процедура безболезненная, врачи отмечают, что на сердце нет болевых рецепторов, поэтому пациент не чувствует дискомфорта. После этой операции не остается рубцов, то есть доступ мы делаем через руку, через лучевую артерию. Доступ диаметра разреза для нашего доступа 2 мм. То есть не остается ни рубцов, ни шрамов, ничего такого подобного. На операции обязательно присутствует кардиореаниматолог. Он следит за жизненно важными показателями – пульсом, давлением ЭКГ. Введение самого инструмента контролируют с помощью рентгена. Чтобы их визуализировать, то есть увидеть, нам необходимо подвести катетер непосредственно в устье коронарной артерии. И ввести специальное контрастное вещество, которое окрашивает сосуд. И мы по дефекту наполнения видим проблему. Подобную методику применяют и для лечения инсультов, когда тромбы блокируют питание части мозга. Технология новая для региона. Ее внедрили в 2019 году и уже поставили на поток. Операции делают двум-трем людям в неделю. При этом инструмент вводят не через руку, а через ногу, ведь он большего диаметра. Лечат как ишемический инсульт, так и геморрагический. Во втором случае хирурги устраняют последствия разрыва сосуда. Для аневризма, которая разорвалась, мы вводим в полость аневризмы специальные спирали, так называемые эмболизационные спирали. И заполняем полость этой аневризмы специальными микроспиралями, которые в последующем просто выстилают эту аневризму и прекращают в ней кровоток. То есть, как заплатка на колесе. Врачи отмечают, что обычно после таких вмешательств пациентам становится лучше уже на операционном столе. А выписывают их буквально через 2-3 дня.